Альметьевск Юлия не хотят менять свои квадратные метры на жилплощадь в новостройках. Если вы считаете, и комиссия считает, что дом еще имеет шансы жить, и люди вот так вот наотрез отказываются оттуда переселяться, да ради бога. Неужели ювелирные изделия становятся доступнее? Планировала я одну покупку, сделала две, чем осталась очень довольна. Участница телевизионного проекта «Голос» Бульшат Ханбурзина приехала домой в Альметьевск и выдала нашей съемочной группе множество закулисных секретов. Для меня это был, конечно, поединок, скажем так, это поединок, да? Но поединок не с кем-то другим, не с Сашей, да, поединок с собой. 179 тысяч квадратных метров аварийного жилья насчитывается сегодня в Татарстане. Накануне в Альметьевске прошло зональное совещание с руководителями пяти районов Юго-Востока Республики. На нем рассмотрели Альметьевский опыт реализации программы переселения из аварийного жилья. На совещании было объявлено, что до завершения программы 2014 года остается два месяца. Напомним, что в 2013 году постановлением исполкома Альметьевского муниципального района была утверждена программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. При этом некоторые жители отказываются признавать свой дом аварийным. Выкупная стоимость ветхого жилья составляет около 11 тысяч рублей за квадратный метр. Этого на приобретение равнозначной площади не хватает. Именно по такой цене государство готово выкупить аварийные квадраты. Оставшуюся сумму собственник должен будет выплатить по социальной ипотеке. Для того, чтобы выйти из аварийного жилого фонда, необходимо общее решение собственников жилья. Затем назначается обследование дома, после чего выносится заключение о его техническом состоянии. При возможности реконструкции или капитального ремонта дом включит в долгосрочную программу капремонта. Способ формирования фонда капитального ремонта выбирают также сами жильцы. Если вы считаете, и комиссия считает, что дом еще имеет шансы жить, и люди вот так вот наотрез отказываются оттуда переселяться, да ради бога, ради бога, пусть остаются, живут в каком-нибудь 16-17 или в каких-то годах, введете их в капремонт, пусть начинает с этого года собираться капремонт после исключения из аварийного жителя. Также, как добавил Фарид Ханифов, улучшить свои жилищные условия могут и те, у кого есть еще одна квартира. Для них созданы специальные условия. То есть, если человек живет в аварийном доме, есть у него еще квартира однокомнатная, но полный состав семьи туда переехать не может, допустим, 5 человек, они имеют право встать на учет в ГЖФ, получить 11 тысяч рублей за свои аварийные квадратные метры и получить новую квартиру по составу своей семьи. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ 40 альметьевцев получат квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот. В Альметьевском районе работы по строительству домов уже завершены. Остается внутренняя отделка квартир, проведены работы по благоустройству, есть подъезды к дому и тротуары, сообщает в исполкоме Альметьевска. В этом году более 317 миллионов рублей выделено в Татарстане на строительство жилья для 309 детей-сирот. В том числе средства бюджета республики свыше 233 миллионов рублей. Федерального бюджета более 83 миллионов. По государственному контракту срок сдачи объектов республики декабрь этого года. В Альметьевске сегодня в соответствии с заключенными контрактами в стадии завершения строительства находятся 40 квартир. А нынешним обладателям собственных квадратных метров специалисты налоговой напоминают, что 1 ноября истекает срок уплаты имущественных налогов, к которым относятся налог на имущество, налог на землю и транспортный налог. Оплатить налоги можно через портал государственных услуг Республики Татарстан. Новые возможности дает портал и родителям альметьевских дошкольников. Удобное нововведение для них заключается в том, что подсчитать сумму денежной субсидии от оплаты за детский сад теперь стало намного проще. Многоэтажные формулы в прошлом. Рассчитать сумму возвратных денег от оплаты за детский сад теперь можно на портале государственных и муниципальных услуг. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, войти в личный кабинет, заполнить несколько граф и запустить электронный калькулятор. Сейчас уже в каждой семье есть компьютеры, все уже компьютерные грамотные у нас люди, да, интернет тоже есть в каждой практически молодой семье. Неизменным остается еще одно удобство. Возможность оплачивать услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и многое другое. Можно сэкономить драгоценное время, не простаивая в очередях на почте и даже не выходя из дома. Честно говоря, мне нравится вот эта услуга, то, что я могу прямо не выходя из дома оплачивать услуги коммунальные. Это очень удобно, потому что не нужно стоять в очередях. Мы можем дома после рабочего дня зайти на портал и оплатить услуги. Республика даже внедрила поощрение для детей предприимчивых мам и пап. Школьники регистрируются на портале, родители оплачивают квитанции, за что ребенку начисляются баллы. Обладателям наибольшего количества баллов присваивается звание IT-чемпиона. Одной из таких чемпионов стала Айгуль Сагдеева. Раньше мама ходила на почту и приходила домой вся уставшая и вся в нервах. А теперь она спокойно оплачивает дома коммунальные услуги. Так что оставить в прошлом очереди к кассам – это реальность. Возможность оплачивать квитанции по интернету не просто позволяет распрощаться с пережитками прошлого, но и высвобождает много свободного времени, которое можно потратить на себя и своих близких. Эдуард Прокопьев, Елена Морданшина, Николай Быков, Альметьиск ТВ Что нужно, чтобы сделать город удобным для людей с ограниченными возможностями, а также улучшить проживание горожан в многоквартирных домах? Этот вопрос обсудили на совещании в режиме видеоконференции. Речь шла о реализации программ «Доступная среда» и капитальный ремонт многоквартирных домов. Как сообщили на встрече, в этом году на установку пандусов, специальных светофоров и других элементов доступной среды выделено более полумиллиона рублей. Особое внимание уделено объектам социальной сферы – больницам, аптекам, школам и высшим учебным заведениям. Удобными для инвалидов в Татарстане станут 135 зданий, из них 104 школы в 42 муниципалитетах. Второй вопрос, который обсудили на совещании – это ремонт многоквартирных домов. По данным Государственного жилищного фонда Татарстана, капитальный ремонт ведется в 40 районах республики. Работы завершены в 646 многоквартирных домах – это 81% от запланированного объема. И в продолжение темы. В Казани при поддержке правительства Татарстана прошла научно-практическая конференция по обмену опытом в создании безбарьерной среды. Среди участников – представители общественных организаций инвалидов из 46 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Напомним, пилотным регионом для реализации госпрограммы «Доступная среда» был выбран Татарстан. Более 100 участников из 46 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья – представители общественных организаций инвалидов. Конференция собрала людей, знакомых с этой проблемой, не понаслышке. Они знают, как им удобно жить и что нужно сделать, чтобы жизнь не превратилась в выживание. К слову, именно сами люди с ограниченными возможностями сформировали доступную среду на объектах нашей республики. Именно общественные организации инвалидов стали нашими главными экспертами и оппонентами по оценке качества адаптируемых объектов. Напомним, в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В марте 2011 была утверждена госпрограмма о доступной среде на 2011-2015 годы. И в Татарстане этот проект стал реализовываться одним из первых. За последние два года в Казани были адаптированы более 80 объектов в сфере здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта и образования. Построена мечеть Ярдем, полностью оборудованная для инвалидов. Закуплены низкопольные автобусы, троллейбусы и трамваи, разработан новый материал для тактильных плит. Люди с ограниченными возможностями участвуют в спортивных чемпионатах и культурных мероприятиях. А вскоре доступная среда станет доступнее и в плане оказания услуг. В Альмитевске прошло заседание общественного совета. О работе в рамках года культуры рассказала начальник управления культуры Гузель Пайдулина. В своем докладе она подробно рассказала о проводимых в районе мероприятиях, посвященных году культуры. С докладом о национальном образовании выступил начальник управления образования Рафаэль Ганиев. Он отметил, что более 5000 детей татар посещают детские сады города и района. Более 10 тысяч обучаются в школах. Одним из вопросов повестки дня стала реализация миграционной политики в Альмитевском районе в отношении вынужденных переселенцев из Украины. По словам специалистов, на сегодняшний день в нашем районе проживает 289 человек из Украины. 116 человек подали документы на получение временного убежища, 78 уже получили. Каждому из них пришлось оставить родные города, охваченные военными действиями. Война научила ценить мир и героя нашего следующего сюжета. Только далась такая наука ценой миллионов жизней бойцов и украденной беспечной молодости. Ветеран Великой Отечественной Фарах Исмогилов поделился воспоминаниями журналистами. На днях свой 91-й день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Фарах Галиадинович Исмогилов. Поздравить ветерана от имени главы Альметьевского муниципального района Мазита Салихова приехал за заместитель руководителя исполкома по строительству Ильвир Габдуллин. Фарах Галиадинович – уроженец деревни Минебаева Альметьевского района. Ныне живет в городе Альметьевске. Ушел на фронт в 1943-м. После окончания войны остался служить в рядах советской армии. Демобилизовался в 1948-м. С днем рождения ветерана поздравили представители УТТ-1, где работал Фарах Галиадинович – дети и родственники. Отец для нас всегда на первом месте. Он у нас главный в семье. Мать нас вырастила, а отец с 1953-го года проработал в УТТ-1, оттуда ушел на пенсию. Отцу большое спасибо. Мать у нас рано ушла из жизни. Все же отец держался и вместе с нами пережил все трудности. Он до сих пор помогает нам. Фарах Галиадинович награжден медалью Жукова. Имеет юбилейные награды. Всем тем, за кого воевал много лет назад. Ветеран желает в первую очередь мирного неба над головой. Пусть молодежь ценит свою жизнь, довольствуется всем тем, что есть. Все условия созданы для них. Ведь когда я рос, ничего не было. Плохо питались и одевались. На босу ногу носили лапти. Амина Яникиева, Альметьевск ТВ. В течение года по всей стране вручает медали ветеранам Великой Отечественной, принимавшим участие в освобождении Белоруссии. Так отмечается значимая дата – 70-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Церемония вручения наград прошла и в Альметьевске. Накануне 20 альметьевцев получили юбилейные медали. Половина из них – ветераны Великой Отечественной войны. Еще 10 – участники боевых действий в Афганистане. Чем наградили их, расскажет Амина Яникиева. В центре ветеран Альметьевска состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейных медалей 70 лет освобождения Республики Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 25 лет вывода советских войск из Афганистана. От имени главы Альметьевского муниципального района Мазита Салихова поприветствовала ветеранов и участников боевых действий заместитель главы, заместитель председателя Совета Альметьевского муниципального района Назия Хайдарова. Конечно же, хочу передать такие искренние слова благодарности и пожелания главы, крепкого здоровья, исполнения всех ваших желаний и, конечно же, очень много тепла в вашей жизни. С праздником, уважаемые участники! В России памятной медалью 70 лет освобождения Республики Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков будут награждены около 18 тысяч ветеранов войны. Из Альметьевского района памятную медаль получили 10 человек. Церемонию награждения провела заместитель главы Альметьевского муниципального района Назия Хайдарова, начальник отдела военного комиссариата Республики Татарстан по городу Альметьевску и Альметьевскому району Решат Сабиров и председатель Совета ветеранов Альметьевска Фазухузи Ахметов. Юбилейная медаль 25 лет вывода советских войск из Афганистана была вручена также 10 альметьевцам. Памятная медаль учреждена приказом министра обороны Российской Федерации Сергея Шойго в честь 25-летия вывода советских войск из Республики Афганистан. Торжественное мероприятие завершилось концертом и чаепитие. Амина Яникеева, Альметьевск ТВ. Мечта о мире и спокойствии была заветной и для тех, чьи родные были сосланы в лагеря, насильственно выселены, осуждены на длительные сроки заключения, расстреляны или погибли в ссылке и тюрьмах. День памяти жертв политических репрессий накануне отметили жители России. Траурные мероприятия прошли в десятках городов страны. Памятная акция прошла и в нефтяной столице. На сегодняшний день в Альметьевском районе проживают 128 пострадавших от политической расправы. Изгнанниками собственной страны, ссыльными спецпереселенцами, жертвами политических репрессий стали более 10 миллионов жителей Советского Союза. Слова благодарности в этот день были сказаны и тем, кто принял участие в сооружении мемориала, репрессированном на площади памяти. И к другой теме. Участница телевизионного проекта «Голос» Гульшатхан Мурзина приехала домой в Альметьевск. Девушка рассказала нашей съемочной группе, как шла подготовка к поединкам программы. Она призналась, что ее соперница Александра Воробьева стала для нее почти сестрой. Наш корреспондент Ольга Степанова побывала в гостях у Гульшат. Капли испарений катятся, как слезы. Дуэт Гульшатхан Мурзина и Александра Воробьевой на телевизионном проекте «Голос» получился запоминающимся. Песню «Две розы» девушки не просто спели, они ее словно прожили. Исполнение заворожило всех – зрителей и наставников. Александру Градскому предстоял сложный выбор – выбрать сильнейшую из сильных. Ну, решение самое простое. Остается Саша Воробьева. Для меня это был, конечно, поединок, скажем так. Это поединок, да? Но поединок не с кем-то другим, не с Сашей, да? Поединок с собой. Вот. И по словам педагогов, и, конечно, по своим чувствам, по словам мамы, я чувствую, что я этот поединок выиграла. И шагнула очень далеко. А это уже аэропорт в Нижнекамске. Родные из Альметьевска и набережных Челнов приехали встречать Гульшат. Подготовились к прилету своей любимицы основательно. Большие букеты цветов, разноцветные шары и специально подготовленный плакат. Для близких людей она уже победительница. И все они верят, главные победы у нее еще впереди. Это первая ступень для дальнейшего роста. Мы верим в нее, что она добьется еще высоких вершин. И ни одна звезда еще загорится на ней. Она самая лучшая. Дома Гульшат ждали бабушка с дедушкой и, конечно же, любимая кошка Джесси. Девушка, мамина помощница, она очень гостеприимная. У ее гостей всегда хорошее настроение. Она именно фортепиано сыграет и песни споет. Песню на татарском языке она посвятила не только своим родным, но и всем альметьевцам. Гульшат от рада для родных. Они рассказали, что дочка и внучка продолжают старые добрые традиции. Семья как с маминой, так и с папиной стороны творческая, поющая. Поэтому близкие с детства записали ее в музыкальную школу. А дедушка признался, что верил в талант и способности внучки. Но, несмотря на это, не сразу поверил, когда увидел ее на центральном канале. За Гульшат мы очень рады и удивлены. Она с такими большими артистами рядом выступала. Внучка показала себя достойно. Я даже не поверил поначалу, как она с этим справилась. Мы всегда думаем, что она ребенок, но я для себя поняла очень важную вещь, что она уже взрослый человек и что ей вполне можно доверять. Она умеет справляться со своими проблемами. Родные и друзья, узнав о том, что Гульшат приехала домой в Альметьевск, шлют ей цветы. Девушка скромно принимает подарки и признается жителям Нефтеграда в любви. Я хочу сказать большое спасибо всем, 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 кто мне писал, поддерживал. Я очень-очень рада, очень счастлива. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевс ТВ. Минуя нас, судьба вершит дела, сказал один древнеримский философ. И как часто это бывает, повороты судьбы, оказавшиеся, возможно, сомнительными, впоследствии оказываются самыми удачными. Герой нашего следующего сюжета ни разу не пожалел о том, что переехал в Альметьевск из солнечного Азербайджана. Любимая работа не только здесь Фикрата Бакирова встречает приветливо и с улыбкой. По службе приходится встречаться и с руководством города, и даже республики. Хотя, когда в далекие 90-е впервые приехал с семьей в Нефтеград, был в легком смятении. И даже представить не мог, что город нефтяников станет ему таким родным. Я иногда чувствую себя, когда общество, я иногда даже несколько раз шутком говорю, я себе даже, как будто я не азербайджан, как я татарин. А не такое двусторонное отношение, это очень приятно. Но как бы горячо не любил Нефтеград, большое место в сердце занимает историческая родина. С 2012 году в Альметьевске он является председателем азербайджанской диаспоры. Общество за годы своего существования всегда было активным участником городских праздников и благотворительных акций. Вот мы еще взяли себе трое ветеранов, которые вот в нашей диаспоре, каждый большой праздник мы к Кириллу домой сходим. И даже нам приятно, что вот мы хотя бы хоть чуть-чуть помогаем нашим ветеранам. А еще, говорит Фикрат Бакиров, он очень благодарен Татарстану, который стал родным. И Альметьевску, где в дружбе и согласии живут люди самых разных национальностей. Все души, могу сказать, что это действительно Арметьевск, чем другие районы, другие города, совсем другие здесь. Мне очень приятно, вот они как мне свое принимают. Это очень важно. Это что показывает? Значит, здесь у нас есть дружность. И здесь нет национального вопроса. И приятная новость для любителей прекрасного. Ювелирные украшения становятся доступнее. Именно так заявляют специалисты ювелирцентра. Эта компания с 25-летней историей, хорошо знакома с жителем многих регионов России. Сейчас ее представители знакомят жителей Альметьевска с уникальными предложениями. Ювелирные изделия сопровождают нас в течение всей жизни. Они услождают взор и являются своеобразным гарантом финансовой безопасности. Ювелирцентр – одна из крупнейших российских ювелирных компаний. А теперь и у жителей Альметьевска есть возможность сделать блестящий выбор. Открытие нового салона в Нижнем Актоме пройдет 1 ноября. В предстоящее открытие в Нижнем Актоме мы хотим отпраздновать грандиозным мероприятием, в котором все наши покупатели могут приобрести ювелирные изделия с уникальной скидкой. То есть в размере 50%, практически по ценам производителя, вы получите ювелирные изделия огромного ассортимента крупнейших российских производителей. Приобрести украшения по ценам от производителей будет возможно в течение двух недель со дня открытия магазина. И это еще не все подарки ювелирцентра. Особо искушенные покупатели по достоинству оценят выставку-продажу от ювелирцентра, которая пройдет с 10 по 23 ноября. Выставка-продажа завершится у нас грандиозным розыгрышем, главным призом которого будут являться серьги из золота с бриллиантами в один карат. Также в качестве подарков наши покупатели получат всевозможные призы, подарочные сертификаты, ювелирные изделия и масса интересных сюрпризов. Поэтому вас приглашаем на розыгрыш, совершайте покупки, становитесь участником розыгрыша и желаю всем удачи. Отличает компанию и уникальная бонусная программа. С каждой покупки 50% ее стоимости возвращается на карту. После этими бонусами можно оплачивать до 50% следующей покупки. Действуют они три месяца с момента начисления. Но даже если вы один раз в три месяца совершите покупку, независимо от ее суммы, бонусы сохранятся на карте. Очень осталась довольна ювелирным центром, также мне понравился персонал. Я приобрела браслет с 25% скидкой, также мне оформили бонусную карту. Не упустив момент, я воспользовалась этой картой и приобрела себе еще кольцо. Планировала я одну покупку, сделала две, чем осталась очень довольна. Спасибо персоналу и ювелирным центру за то, что они есть. Представленный ассортимент настолько широк, что способен покорить даже самого взыскательного покупателя. Кольца, подвески, серьги, браслеты, цепи, колье, часы и другие изделия из золота и серебра в ювелир-центре. Изделия на любой вкус и по вполне демократичным ценам. Крупнейшие и самые новейшие коллекции, которые выпускают наши производители, это очень демократичные цены, разумеется. Это политика нашей компании, то есть придя в наш магазин, вы увидите заметную разницу. То есть насколько доступны стали ювелирные изделия сегодня вместе с нами. Это все новости на сегодня. О них и не только вы можете узнать и на нашем сайте www.almetius.ru.ru, а также в группе социальной сети ВКонтакте. Эфир канала продолжит прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, приятных вам праздничных выходных. Субтитры подогнал «Симон»!